Всем привет, с вами Андрюха. Сегодня я поговорю о фильме, который вышел совсем недавно на DVD. Это Просомаха. Новый фильм по вселенной X-Men. Говоря по-русски Люди Икс. Ждал я его очень давно и хотел бы поговорить о том, что я хочу сказать о своем мини-бабе фильмов. Надо сказать, что первое, что меня немножко удивило, это тайминг фильма, то есть его продолжительность. Почти 20,5 часа, если быть точным, то 2 часа в 18 минут. Для фильма с экшеном это, мне кажется, много. Я понимаю, когда очень много героев из-за такой, но если честно, то мой опыт фильма, связанный с героями, мой опыт, сказанный с боевиками, показывает, что в тех летах, где больше 2 часов, это, как правило, затянут и так далее. Ну и что? Что можно сказать? Если честно, я даже не знаю, что сказать, потому что очень смешные чувства, очень противоречивые. С одной стороны, с точки зрения вообще усиленных Люди Икс, и именно если смотреть с точки зрения Люди Икс, то фильм, конечно, было все сплошно разочаровано, потому что японцы, амурайи, и ZDX только гадюка и, собственно, сам Росомаха. Кстати, гадюка вообще, она непонятно вообще, кто такая, зачем, и вообще, откуда она взялась. То есть, нет, ну, это уже не объясняется, как она взялась, но... Гадюки... Я, если честно, не помню, не помню гадюки. Гадюки во Вселенной Людей Икс, то есть, может, да, был там какой-то парень, но это был парень. Если я что-то не понял, то есть, как бы, гадюка это вообще... какой-то левый музан. И, собственно говоря, мы имеем только вот одного Росомаха из ZDX. Ну... Это, конечно, очень большое оточарование, потому что все-таки, в любых частях, просто участие все-таки было более, было более чем ударно, было нереально интересно. А тут, получается, что мы имеем такой вот боевик, связанный именно с чистым Росомахом, где его постоянно замедляют, где он постоянно парят ловушки, что он уязвимый, совсем, в итоге это слабый, что он замедлен ядом, то есть, что у него отрубили когти. В общем, в весь фильм он постоянно парят с кетловушки, которые делают его более беззащитным перед людьми, и тем самым снижают его, ну, скажем так, преимущества. Честно говоря, это жалко выглядит. Вот именно этот момент жалко выглядит. Что касается самого сеттинга. Это не совсем привычный сеттинг для вселенных людей. Это Япония. Мне понравилось. Япония очень атмосферно получилась, такая атмосфера экзотики, атмосфера чисто так вот, такая азиатская строгости немножко. Вот. Мне понравилось. Хочу сказать, что, в общем-то, это интересно. Интересно смотреть на все-таки чужую культуру, на такую большую. Интересно посмотреть, как все-таки живут в Азии. Это все-таки очень интересно, кроме того, что много японского языка. это здорово, это круто. Честно говоря, честно говоря, на часы в день ничего не могу сказать, потому что, ну реально, это круто, это интересно, атмосферно, это поучительно, это здорово. То есть, что что касается игры актеров, то здесь, конечно, конечно, все довольно-довольно подразлично. То есть, в принципе, Росомаху, то бишь, Логаном, мучают постоянно кошмары, его мучают призраки прошлого, и это, в принципе, надо сказать, почему-то раздражает. То есть, вот, строго на немец, у него это появляется, ему слышат какие-то голоса и так далее. Ну, серьезно, это как-то вот вызывает, вызывает, вызывает как-то раздражение. То есть, с одной стороны, вроде как, он чувствует, он ощущает чувство вины, с другой стороны, у этого чувства вины нет элемента самокопания, нет элемента самоанализа, нет какого-то, какого-то диалога за ним с собой, есть только вот эти голоса, постоянно появляющиеся его мертвая девушка в жизнь, которые тоже раздражают лично меня. Я не знаю. Может быть, это сделали для глубины персонажа, для показа глубины по глубине персонажа, но, как по мне, показать глубину персонажа совершенно не получилось, наоборот, мне кажется, просто гневморды просто затягивали танцы, серьезно. Эммм, не знаю, это не гад, что была не самая, не самая, удачная, удачная идея. Что касается боевых сцен, то боевые сцены мне лично прислезли с подушества. Конечно, сложно представить, как мутант вроде Атамаки сражался бы с самуаями, с мечами, но, мне кажется, сновидцы и режиссеры подошли к этому мясная веса хорошо, боевые сцены поставлены круто, зрелищно, интересные и захватывающие. Вот. Что касается экшн, простой экшн-сцен, неизгаданных драконных тона, всего лишь как таковая одна, и она, наверное, является самой, такой вот, загматывающей, самой динамичной сценой. Это, в принципе, очень плохо, потому что предыдущий фильм Атамаки был, практически, такой вещь. По-моему, сейчас на сцене, как одну, ну, из-за которой реально не может вести отключить взгляд. Все остальное, ну, так, обычные драки, в принципе, ничем не отличается от того, что уже видно, только, без когтей, без уменьшений, как бы, когти. Что касается самого Локана, самого Хью Шекман, который играет, он, он держится очень достойно, очень классно играет, очень хорошо играет. Правда, он, как и многие герои «Бывиков», попали в определенное клеще, этот клеще, когда весь фильм ходит так с одним лицом, и это довольно добавно. На весь фильм, его выражение лица на несколько, сходишь два или три раза. Смотрим, на весь фильм, всего три выражения лица, но это, довольно-таки, довольно-таки странно. Тем более, что, как он снимается, вроде как, не только в брюшках, но и в триллерах, и в драмах, в общем-то. Ну так же, это весьма странно, весьма странно. А, когда этот сюжет, то, сюжет, блин, очень интересный, он, не заставляет вас, прямо-таки, вот, загубать про все, но, тем не менее, несколько поворотов, интересных сюжет, дают, и, в принципе, больше, в принципе, не надо. Что касается, что касается остальных персонажей, то, на самом деле, в основном, все, одинаковые, то есть они абсолютно линейные, они никак не развиваются, они строго исполняют свою роль, они служат, фактически, для, они служат за дармом, для, собственно, самого Логана, они, как бы, прибыли подчеркнуть, опять-таки, ту или иную, вот, они, все, играют только, лишь на то, чтобы, вот, если это враг, если это враг конца, если это, там, то есть, это жених, а, главной героини, которая, как главная героиня, не воспринимается, то, уже, знаешь, какой он будет, какой он будет догадыващentre, если это, ээ, девочка, то, в принципе, понятно, как она будет своеودся. То есть, реально вот, персонажи, они, никак не воспринимаются, абсолютно никак не делаются, но, они очень хорошо играют свою роль, они здорово, в ней выжились, по этому, в принципе, то, что происходит на этом экране, веришь на экране, воспринимаешь это хорошо, меня это не раздражает, это не вызывает какого-то чувства наигранности. Реально даже ощущения фальши, ощущения фальши нет, в принципе, наверное, даже некоторые персонажи, наверное, скорее всего, даже выглядят немного деревянно. В данном это японские актеры. И кое-кто может немножко не доигрывать чуть-чуть. Музыка в фильме, честно говоря, совершенно запомнилась. Значит, она очень органично подходит к самой идее фильма, к его атмосфере и к его сюжету. Очень странно, что в русской лицензии не переведена корейская речь. В русской японской речи ее очень много, но она не переведена. Это даже довольно забавно и странно в самом целом. Очень много, довольно часто говорят на японском языке и совсем непонятно почему. Даже лицензионный диск, то есть лицензия и официальные издания на звезды и блюре не перевело ее эту речь. Итак, в целом, что мы имеем? Интересный боевик, но именно боевик. Боевик, как боевик, фильм очень добротный, интересный, местами закладывающий, местами немножко затянутый. С напрочь комиссированным главным героем, который покоряет женские сорта, а потом драматизм ведет себя не менее музыканным, кавычки составляя их. Имеем хорошо подставленные сцены, изрядную долю пафосности, конечно же. Немножко необычный сюжет, чуть-чуть, который, ну, который немножко, самая малость, заставляет вас привить интерес. Имеем мы также неплохой игрок, актер, имеем мы интересный сеттинг, экзотический сеттинг, японский сеттинг, это очень здорово. Но мы имеем очень мало всего того, что связано с Людьми Икс. Дело в том, что именно как боевик, фильм проигрывает другим боевикам. Он проигрывает по боевым сценам, он проигрывает по количеству экшена, он всему этому проигрывает. Как фильм про Людьи Икс, по комиссам, к сожалению, он тоже не самый лучший, потому что самих Людьи Икс и селены Икс-мен тут очень мало. Попытка сконцентрироваться на главном персонаже, на персонажа-рассанасе, тоже как-то не очень получилось. И у персонажа Хью Джекмана не вызывает каких-либо чувств вообще. То есть он не вызывает ни переживаний, он не вызывает ни сочувствия, он не вызывает ничего абсолютно. Если в первом фильме про него, который назывался «Росомаха начала», действительно что-то чувствовал к нему, то в этот раз абсолютно ничего не чувствуешь. И это на самом деле лишает вообще какого-либо атмосферы, лишает каких-либо эмоций и, собственно говоря, наверное, львиные доли интереса тоже лишает. Итог, конечно, не очень утешительный, то есть если говорить о том, что стоит ли смотреть этот фильм любителям «Росомаха», то, конечно, он стоит, но чисто уж самым ярким поклонникам фильма, именно комиксов, конечно, стоит смотреть. Любители БВК найдут здесь что-то более лучшее, что-то более лучшее, любители сюжета тоже найдут что-то более закрученное, более интересное, более интригующее. Ну и никогда им понравится японский сеттинг и огромное количество, собственно говоря, японской речи, которая еще и не переведена к тому же. Моя оценка в фильмах, наверное, будет 7 баллов, потому что, ну, реально больше и больше фильмов не подставить. Вот. И самое главное, что все-таки реально вот Хью Джекман, в отличие от остальных актеров, вот таких уже водоросы, он делает, что просто отлично. С вами была Минука, данного встречи, комментируем, ставим лайк и предлагаем дополнить в следующий раз. Всем пока!